Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Инна Судакова. Мои хорошие, я вас поздравляю со всеми прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви, всяческого благополучия, мирного неба над головой. И пусть ваши самые сокровенные мечты и желания всегда сбываются. Ну и, конечно, пусть печали, невзгоды и горести уйдут в 2022 год, а в 2023 году у вас будет все только самое-самое хорошее. Ну что ж, как говорится, а теперь, мои хорошие, поехали обсуждать Инку Судаковой. Что же у нее там происходит? Посмотрела ее последний стрим, а также последний ролик на ее основном канале. Вы знаете, все это выглядело словно истерика одинокой женщины. Ну, Инка. Инке, понятное дело, надо как-то взбудоражить своих зрителей, да, как-то, так скажем, что-то, что-то такое сказать, дабы ее опять начали смотреть. С утра пораньше на стриме, ребят, не поверите, она буквально сама доброта. Да, прям никого не кроет трехэтажным матом, говорит, секундочку, секундочку, мои хорошие, секундочку, секундочку, мои дорогие. Прям, вы знаете, что-то с чем-то. Смотрю на нее, Инка распустила свои косы в ночнушке, друзья мои, да, причем, которая еле-еле прикрывает все ее вот эти вот причиндалы, не знаю. То ли решила нас с вами удивить, то ли решила, возможно, вот эта роковуха, красопета, ну, а вдруг? Вдруг кто-нибудь зайдет, так скажем, на огонек, кто-нибудь позвонит в дверь или соседи, или случайно зашедшие сантехники, а Инка тут, как говорится, уже вся в препарате. И говорит, ой, я, говорит, накануне была в каком-то забытие, говорит, представляете, пила не пиво, не алкогольные напитки, а молоко. Инка, наверное, по той простой причине, потому что ты забылась, что-то с тобой такое произошло, поэтому ты пила, да, вместо пивасика ты выпивала, так скажем, молоко, употребляла. Далее, друзья мои, Инка счастлива, делится своими, значит, последними вот этими событиями в ее жизни, она сделала себе загранпаспорт, говорит, слава богу, слава богу, я все это сделала. Ну, и решила не снимать, говорит, да, вообще, говорит, устала, никакой благодарности от зрителя, говорит, да что за фигня, говорит, смотрит меня 300 с лишним человек, и вот сейчас, говорит, лайков всего 42 штуки. Ну, ребят, вы знаете, вот честно, что мне хочется сказать, да, во-первых, когда 10% от, 10% лайков от количества просмотров, это абсолютно нормальное количество лайков, то есть здесь как бы уже такой момент, да, даже если ты нравишься, так скажем, зрителю, человек может элементарно просто забыть, кто-то вообще не знает, что надо ставить лайки, да, кто-то даже не знает, как их ставить, да, есть и такие, которые только-только пришли на твой канал и вообще на YouTube и понятия не имеют, да, да и просто человек может засмотреться и элементарно забыть, ну, и вообще, как говорится, ребят, это, так скажем, личное дело каждого человека, это колхоз, как известно, дело добровольное, так и здесь, ну, как можно заставить людей, так оно быстро меня все пролайкали, иначе я сейчас уйду с YouTube, ну, согласитесь, смешно, да, я вот не представляю, в каком состоянии надо находиться, да, но это только если хайповать, что делает вот как раз-таки Судакова, я уверена, что Судакова именно вот этим стримом своим хайпует, она уже много раз пугала, и в том числе, когда приехала, опять свернулась в Каменск-Уральский, да, рассказывала, вот, я ухожу, я не буду снимать, вы там лайки не ставите, вы просмотры мне не делаете, блин, ну, это же твое личное дело, в конце концов, да, даже та копейка, которая сейчас идет с YouTube, ну, почему говорю копейка, по той простой причине, потому что монетизацию-то с российского зрителя убрали, соответственно, все блогеры, да, у кого есть российский зритель, их достаточно много, конечно же, мы все это ощутили на своей собственной шкуре, это, конечно, неприятный момент, но опять же, ребят, если ты согласна, да, снимать свою жизнь, ты ее снимаешь, какие проблемы, какие претензии ты можешь предъявлять зрителю, и потом, почему твой зритель, который пришел к тебе, все-таки вот эти 42 лайка, да, кто-то же пролайкал, значит, пролайкали те, которым ты нравишься, или которые тебя любят, или которые привыкли тебя смотреть, почему они должны выслушивать твой вот этот вот всяческий негатив, да, в отношении тех, кто тебя не любит, и кто тебе априори не обязан ставить какие-то лайки, если мне не нравится, да, блогер, ну, или мои вот эти подопечные, на которых я делаю обзоры, почему, с какой стати, с какой радости я им должна ставить лайки, нет, я просто посмотрела, даже подписана на них не обязана, да, быть, вот, и то же самое с лайками, но, значит, это Инка говорит, она говорит, вот, вы понимаете, говорит, людям не нравится смотреть позитивные ролики, чё к чему, как говорится, печенье к лыжам непонятно, да, то есть, до этого обсирала людей всяко-разно матом, да, про них говорила, и продолжает говорить, и даже на этом стриме сказала огромное количество нецензурных слов в адрес своих же зрителей, неважно, с каким они тебя смотрят, за знаком плюс или со знаком минус, да, и тут же, говорит, вот, не любят они смотреть позитивные ролики, а что в твоем понимании позитивные ролики, это когда ты вышла и начинаешь шантажировать в очередной раз своих зрителей, вот, если вы не будете мне ставить лайки, я от вас уйду, ну, как говорится, опять же, да, колхоз делал добровольное, и свято место пусто не бывает, да, друзья мои, конечно же, говорили в свое время, что кадры решают все, но, опять же, на ютубе этих кадров, этих блогеров полным-полно, да, выбирай, пожалуйста, как говорится, на любой вкус, ну, так же, как и вообще в жизни, в принципе, незаменимых людей, как известно, не бывает. Далее Инка разошлась не на шутку, что даже, говорит, чат, я вообще, говорит, не собираюсь читать чат, она, говорит, не собираюсь, буду читать, говорит, только сообщения с донатами, ну, типа, там, где ей высылают деньги, вот те, говорит, сообщения я читать буду, а чат, говорит, читать я не буду. Далее, ребят, знаете, вот я сижу, вот это вот все слушаю, да, ее слушаю, думаю, блин, такое впечатление, вы знаете, она говорит, я не хочу снимать для зрителя, Инка, так ты снимаешь в первую очередь для себя, да, и не в первую очередь, а вообще каждый блогер, который снимает на ютубе, он снимает для себя, даже если у него нет монетизации, он только к этой монетизации стремится, он снимает для себя, потому что зарплату-то ты получаешь себе в карман, правильно, ты же ее не отдаешь зрителям, Инка говорит, все, я открыла глаза на зрителя, да уж, мы, Инка, на тебя открыли, глаза уже давным-давно, лично я ее смотрю с самого начала, когда у нее еще на канале не было монетизации, правда, потом я ее бросала смотреть, опять начинала бросала, честно, ну, потому что, знаете, как бы, когда ничего не происходит, и каждый день пони бегает по кругу, то, знаете, как-то вот это вот уже на стадо, ну, и смешные моменты, Инка начинает опять кричать о том, что вот, я вас брошу, я перестану снимать, это серия напугала ежа голой жопой, мол, говорит, будете лайкать, тогда буду снимать, а не будете снимать, не буду, ну, и мечтает, друзья мои, вернуться опять в Турцию, говорит, все, больше таких морозов, типа, здесь я не переживу, ну, и опять рассказывает о том, какие же у нее, друзья мои, поклонники, ну, и, как всегда, тайные, кто-то там ей, значит, передал букетик цветов, раньше, я помню, мы прикалывались по этому поводу, считая, что Инка сама себе как раз-таки цветы покупала, и сама все это дело обставляла так, словно ей постоянно дарили цветы тайные поклонники, вы знаете, вот хоть бы одного претендента на ее руку и сердце увидеть, который бы действительно пошел бы дальше слов, да, сделал бы ей какое-то предложение, там, создалась бы какая-то, так скажем, очередная ячейка общества, вот вообще на все это дело посмотреть, она уже столько лет на ютубе, столько лет мы уже слышали про каких-то там непонятных мужиков, только, правда, мужиков не видно, а если и видно, то такие же, знаете, которые просто с ней время провести, выпить, да, поболтать, пошутить, или кто-то вообще там, как говорится, на ее канале пытается пиариться, и все, дальше куда-то там в семью, куда-то какие-то мужчины ради отношений с ней, ну, дело почему-то не заходит, хотя нет, я прекрасно понимаю, почему, потому что даже она себя позиционирует как человек, которому по большому счету никакая семья абсолютно не нужна, ну, в общем, в 20-х числах Инка планирует улетать обратно в Турцию, рассказывает о том, говорит, пойду в салон красоты, буду удалять, то ли попелома, она говорит, ну, у меня не попелома, у меня родинки, родинки там удалять нельзя, короче, сама не понимает, что она туда пойдет, и опять же говорит, вы ставьте лайки, говорит, вы что лайки-то не ставите, говорит, вам что, говорит, руки на войне оборвало. Ребята, вы знаете, вот до этого я все время шутила, да, как бы ее смотрела, мне было так смешно, но я имею в виду вот этот стрим, вот именно кусок стрима, да, когда вот она сказала о том, что вы что лайки-то не ставите, вам что, руки на войне оборвало, и я думаю, блин, вот как ты можешь рот раскрывать, да, ведь где-то гибнут люди, где-то действительно кому-то что-то отрывает, где-то кто-то становится инвалидом, да, и даже не на войне, и даже просто человек становится инвалидом, вот мало ли какая-то, может быть, производственная травма, может быть, вообще что-то там со здоровьем не то и так далее, думаю, как ты можешь так рот раскрывать, да, но в принципе для нее это в порядке вещей, матом обложить, пожелать людям сдохнуть только за то, что человек, так скажем, мягко говоря, да, ну, не восхищается ей, или махать какими-то ножами, или там кому-то угрожать, про кого-то гадости говорить, вот я все время думаю, как человек не боится бумеранга, как человек не боится, ведь известно, да, все твои слова, все это вернется к тебе же, тебе же на плечи, а возможно еще и твоим родным и близким, я просто в шоке, вот честно, и после этого она ждет какие-то там лайки, да, какие тебе лайки, да, тебе вообще надо сделать так, чтобы к тебе вообще никто не заходил, да, вот как раз-таки бы мы тогда посмотрели, что ты действительно из себя представляешь, вот тогда бы у нее началась настоящая истерика, а так то, что она устроила на этом стриме, ну, это опять же ради хайпа, понимаете, вот, ну, ради того, чтобы покричать, посмотрите, посмотрите на меня, ну, надо же какую-то тему придумывать, контент на чем-то надо делать, чтобы деньги зарабатывать, вот она и пытается поднимать просмотры вот этими своими дешевыми трюками, уйду с ютуба, не уйду, вы знаете, я прекрасно понимаю, что те люди, которые вообще решают раз и навсегда уйти, они уходят, кто-то уходит по-английски, кто-то, конечно же, прощается со своими зрителями и уходит, да, но делает это раз и навсегда, когда человек начинает играть в эту, знаете, как притча «мальчик и волки», да, кричал «волки, волки, волки», и потом вот уже никто не верил, когда на самом деле пришли волки, точно так же и здесь, когда блогеры уходят по нескольку раз на неделю, да, это говорит о том, что они не хозяева своему же слову, Судакова в этом плане точно такая же, вы знаете, я вообще смотрю, когда вот она кричит, вот, ставьте туда-сюда, вам что сложно, такое впечатление, что она снимает для, не для себя, ребят, что она не сама деньги зарабатывает, что не она эти деньги тратит, такое впечатление, что деньги от ютуба, знаете, она отдает на какую-то благотворительность, да, или делит между зрителями, ну, в общем, как-то смешно. Далее жалуются, что ей пишут негатив, она говорит, вы понимаете, она говорит, вот мне я так устала от этого, она говорит, я подумала, если я сейчас брошу ютубовскую деятельность, а зачем, говорит, это надо, начала там приводить примеры других блогеров, тоже из Турции, вот, говорит, они и говорят, что сейчас нет смысла, монетизация нет от российского зрителя, зачем, мол, снимать влоги, делиться своей жизнью, когда тут же тебе пишут негатив, лайки ставить не хотят, она вспомнила и говорит, вот, у меня, мол, есть денежное накопление, их хватит лет на пять, дабы не снимать на ютубе. Ну, так не снимай, ребят. Я вообще слабо верю в то, что у нее есть такие накопления, да, тем более лет на пять, потому что последний год она уже практически, ну, так скажем, немного зарабатывает абсолютно, то есть на эти деньги, я не знаю, как она там даже в Турции выживает, на вот эти вот деньги, да, а если представить, что она будет жить, ничего не зарабатывая, чем она будет, простите, в Турции заниматься, каким ремеслом, мне просто интересно, пугает зрителя, поскольку, говорит, я, говорит, вы что, не понимаете, говорит, я для вас громоотвод. Она, говорит, не будет меня, говорит, вы же, зрители, будете скидывать свой негатив на своих родных и близких, у вас будут, мол, разбиваться семьи, вы будете разводиться с мужьями, короче, ребят, Астапа понесло, самый настоящий крик такой души. Мне в таком случае интересно, а сама Инка на ком будет скидывать, на кого, вернее, будет перекидывать свой вот этот негатив, свою злость, да, свое плохое отношение, ведь сейчас она делает то же самое, она ведь тоже на зрителей скидывает свой негатив, да, вот ей захотелось проораться, она вышла к зрителю и посчитала нужным проораться. Вот по большому счету нормальный, адекватный зритель, ему хочется приходить на канал, на ютубовский, да, на ютуб-канал какого-то блогера, получать какой-то позитив, получать либо какую-то информацию, да, дельную, так скажем, либо получать какой-то позитив, заряжаться каким-то позитивом, да, либо поржать, постебаться, либо еще что-то, что не чтет Судакова последние, последние несколько лет, да, по большому счету абсолютно ничего. Она ведет себя как фрик ютубовский, ну, в принципе, по этой причине и получает, как говорится, от своих же зрителей. Вроде все как бы закономерно, да. Далее. Далее рассказывает, что собралась вместе со своей подругой Иришкой идти на Чебурашку. Ребят, когда она это рассказывала, мне было так смешно, и знаете, когда я ее увидела в этом синем платье, Инка такая в синем платье с красными яркими губами, вот такая огромная, конечно, она стала, это что-то с чем-то, она поправилась еще больше, это платье ее обтянуло, как самый настоящий барабан, и вот она пытается всем показать, какая же она неотразимая, мол, смотрите, да я такая. Я уверена, что это ее комплексы, просто ей приходится прикрываться тем, что она довольна-таки собой. Ребят, ну как можно быть довольной собой, да? Одно дело, когда она начинала, она и тогда уже была, знаете, здорова, я бы сказала, да, причем конкретно здорова, а сейчас, когда я увидела, да, когда она делала фотографию как раз-таки на свой загранпаспорт, ребят, когда она стояла в помещении, она пыхтела, как паровоз, стояла, она не шла, она не бежала, она не поднималась, она не спускалась, она в состоянии покоя пыхтела, то есть у нее уже даже дыхалка нормально не работает, потому что огромное количество лишнего веса. Вот скажите, пожалуйста, как ты при всем при этом можешь считать себя неотразимой? Я не знаю, если честно. Но я уверена, что она себя таковой не считает, она прикрывается вот этими вещами, пытаясь показать, что да мне вообще по барабану ваше мнение, да, я считаю себя неотразимой, я замечательная роковуха, я красотка. Понятное дело, она так не считает. Понятное дело, ее вот этот лишний вес, конечно же, он ей мешает жить, и это понятно. Далее. Далее, что там, показывала свою Иришку, рассказывала о том, кстати, что если, друзья мои, все-таки, возможно, Инка простит своего зрителя, если у нее будет 100% лайков. Я валяюсь. Говорит, я понимаю прекрасно, что людям подавай говно и подавай фриков. Ну, видимо, именно поэтому Инка каждый день, на каждом стриме, в каждом своем ролике материт своих зрителей, на чем свет стоит, посылает всяко-разно, на три веселые буквы, угрожает, желает смерти и прочие вот эти вот негативные моменты, да, то есть прекрасно понимает, как надо действовать, дабы тебя смотрели. Ну, и тут же говорит, я настолько не хочу вам ничего снимать, что даже, говорит, вот у меня там пришел товар на рекламу, и Василек пришел, и там пылесос пришел, и то пришло. Я, говорит, не хочу даже это, на это делать обзор и вам снимать, потому что, типа, вы этого сволочи недостойны, потому что вы меня не лайкаете. Инка. Да какие проблемы? Зачем ты тогда вообще принимала на обзор вот эти вот вещи, да? Понятное дело, если ты приняла, значит, ты согласилась с условиями рекламодателя, значит, ты все равно будешь делать обзоры. В общем, ребят, понятно, что это был дешевый трюк очередной, а-ля я уйду с Ютуба. Хочется еще раз напомнить, Инка, ты вроде, ну, не такая глупая баба, да? Ты же прекрасно понимаешь, что незаменимых людей не бывает. На самом деле твой Ютуб-канал не несет никакой какой-то там прям полезной информации, какой-то смысловой нагрузки, чтобы люди действительно что-то потеряли, да? То есть если бы это был канал, там, допустим, как правильно там выращивать цветы, деревья, да, или как строить дома, какая-то там интересная новая технология, это было бы одно. Когда ты показываешь, я встала, я пожрала, я посрала, я пернула, да, я вас всех послала. Ну, таких дураков и идиотов предостаточно на Ютубе. Как говорится, свято место пусто не бывает. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую и обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное. Спасибо, всех целую, всем пока.